Частые и продолжительные отключения электроэнергии, уничтожения многовековых дубов и занесённые в Красную книгу Чёрной Ольхи. Периодические выбросы нечистот с КНС в водоёмы. Проблем у жителей деревни Лопатина в последнее время хватает. 9 мая, в канун праздника 70-летия Великой Победы в районе КНС Государев Дом, выброс нечистот. Аварии устранили только 16 мая. Затем 12, 6, 16, 10, 28, 10, а теперь прошедшая неделя увенчалась экологической катастрофой в деревне Суханово засорён пруд. Водоносный слой будет испорчен. Вопросам нечего будет пить? Ну, естественно. Естественно, вода будет заражена. Общего пользования колодец внизу тоже самое. Он находится ниже по уровню. Жители также волнуют транзитный транспорт, который с большой скоростью ездит по центральной улице деревни. Движение очень насыщенное, тротуаров вдоль домов нет, поэтому жителям приходится идти по проезжей части. Установленные не так давно на въезде в деревню знаки жилая зона не смогли повлиять на ситуацию. Вот это место, оно очень опасное, потому что вот здесь идёт крутой подъём. Машины разгоняются для того, чтобы сюда заехать. Там слепой поворот. Машины не видят, куда они сворачивают. И вот здесь постоянно идёт разгрузка крупногабаритного мусора. Шины, диваны, кресла. Мы предлагали множество решений проблем. Это и обустройство тротуаров, это и установка знаков, это установка искусственных неровностей. И надеемся на установку шлагбаума в конечном итоге, как это сделано в соседних деревнях Спирово, Суханово, Жабкино. Ещё одна проблема – мусорная площадка, расположенная рядом с разрушенным зданием бывшего Дома культуры. Жители просят её перенести с главной улицы, снести ветхое строение и на её месте возвести что-то для детей и молодёжи. Для решения этих проблем они обратились к главе Ленинского городского округа Алексею Спасскому, который ввиду напряжённой эпидемиологической обстановки предложил им встретиться онлайн. Администрация главы района предложила нам онлайн-приём, то есть такая современная форма. Мы считаем, что она очень такая продуктивная должна быть и перспективная. Это очень удобно. Мы видим, что пришла очень хорошая креативная команда. Во всяком случае, мы впервые ощутили, что у нас есть конструктивный диалог. В ходе разговора глава округа заверил жителей, что транспортный вопрос планируется рассмотреть на комиссии по безопасности дорожного движения в ближайшее время. Сегодня мы встречаемся в очередной раз с жителем, активным жителем, с депутатом городского округа на месте в деревне, для того, чтобы осмотреть ещё возможные варианты ограничения транзитного движения через деревья. Далее эти варианты, о которых мы договоримся, будем выносить на комиссию по безопасности дорожного движения для принятия решений. Все остальные вопросы Алексей Спаский пообещал взять под личный контроль. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Елена Кошлева. Видное ТВ.